Парусная регата Компионы мира и мастера спорта. И сюрприз регаты. По командам разбивается руководство полуострова и флота. Задумка была пригласить первых лиц, которые делали «Русскую весну-2014», чтобы они испытали экстрим на экстремальных яхтах, скажем так, класса СБ-20. Закалённые митингами прошлой весны. Ныне глава Крыма Сергей Аксёнов под парусами впервые. Но освоился политик достаточно быстро. Как ветер! Глава Крыма признаётся, на земле, конечно, привычнее. Но тем не менее, новичок в яхтенном спорте Сергей Аксёнов уверенно отрулил все три круга. И в итоге финиширует четвёртым. Первый раз под парусом были? Ну да, первый раз, сказали, третьи юношки сегодня присвоят. То есть, так что, да, рулить буду дальше, там, говорят, допустят ещё на следующей гонке. Обязуюсь набраться мастерства. На тренажёре, да, буду, конечно, отрабатывать. В ведении Александра Витко целый черноморский флот. Но в этот раз, похоже, ветер был не заодно с командующим. Результат его команды – пятый. Правлять парусом труднее, чем кораблём. Я поздравляю своих коллег, руководителей. Замечательно обогнали нас. Всё время впереди были. Мы старались догнать, но не всегда получалось. А вот как финишировать первым секрет, знает полномочный представитель президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Беловинцев. Я здесь учился парусом спорта. В 1966 году в курсе «Волного бойца» проходил на престиженом яре. Азы парусом спорта прививали. Просто надо правильную яхту выбирать, понимаете. Мы все, в общем, пассажиры, участники. Главное, конечно, участие в такого рода соревнованиях. Во-первых, это первая парусная регата «Русская весна-2015», посвящённая годовщине возвращения Крыма и Севастополя в Россию. Ощущение, конечно, колоссальное. Мы сделаем эту регату традиционной. А всех вас поздравляю с предстоящей замечательной неделей, когда мы будем отмечать и годовщину референдума, который продемонстрировал единство крымчан-севастопольцев и всей нашей России, а также с 18-м числом днём возвращения. На берегу все участники гонки получают призы. По местам команды, конечно, разделили, но в регате «Русской весны» проигравших нет. Яхтенный спорт в Крыму и в Севастополе будет развиваться и в будущем повысит туристическую привлекательность региона. Никто этим никогда не занимался, просто здесь 20 лет, поэтому сейчас приходится всё это с нуля практически поднимать и строить. Энтузиасты есть, главное, знаете, в первую очередь специалисты. Это главное, наверное, условие успешного развития парусного спорта. Я думаю, что мы со своей стороны все программы, которые необходимы с точки зрения поддержки государства, все утвердим. То есть здесь всё в порядке. Парусный спорт и парусный туризм будем развивать. Да, с никаких сомнений. К тому обязательно. Да, уже начинаем. Есть над чем работать, уже начинаем. Провели необходимые совещания, людям поставлены задачи, созданы рабочие группы. Есть вопросы, которые предстоит решать, но мы занимаемся этим сейчас. Организатором парусных гонок «Русская весна-2015» выступила Федерация парусного спорта Севастополя совместно с морской коллегией при правительстве Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова